А вот, с другого аккаунта взошли. Добавляется. Здравствуйте. Привет, как дела, девчонки? Хорошо, как у вас? Хорошо. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Привет. Хорошо. Нет, я просто волосы собрала. А, ну ты получше рассветленько вроде была. Снизу блонд, сверху. Да, я все еще блондинка. Классно. Как вы себя чувствуете? У меня хорошо. Ой, столько впечатлений у нас, прям столько впечатлений. Мы прям до утра не могли уснуть. Пересмотрели и обсудили. Такой самоанализ произошел прям. Что поняли? Лично я поняла, что надо просто на себе зациклиться и работать над собой. Хорошо. Я поняла, что мне надо стать немного серьезней, ответственней. Тебе нет, 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 нет. Перестань над пацанами издеваться просто и все. Перестань над пацанами. На самом деле у меня очень много комплексов. Я ничего не знаю. Нет, ты перестань издеваться просто. Ты играешь как будто, знаешь? Не нужно. Хорошо. Ну, я вот посмотрела... Извиняюсь, что перебиваюсь. Казашка из Италии. И я посмотрела, что вы говорили про насилие, то, что это круг замкнутый и вот начинается от одного и это продолжает. И я проанализировала это и это действительно так. Одно за другим, да. С детства все это началось. И я прямо осознала, с какого момента именно это началось. У тебя лицо сегодня круглеет как будто. У тебя вот здесь расслабилось. Мы поменяли плечески. Да, плеческа была. Ну, здорово. Спасибо вам огромное. Ощущения какие с телом, что произошло? А у меня копчик болел, вот спина болела. Прям после эфира начала спина болеть. Да, и как будто, извиняюсь, конечно, что в деталях, как месячные пошли. Посмотрела, это не месячные, а какая-то вода. Супер. Это твоя литература. Это лимфа вышла. Нормально, это прям хорошо. И сегодня целый день копчик болел и колено, ну, нога не с колена. Обе. Так, смотри. Письма прощения найдешь в Ютубе? Письма прощения отпиши в 40 дней. Хорошо? Или в марафон зайдите там, созвонитесь там с организатора. Там вас будут прям контролировать, чтобы это все сделать. Чтобы письма писали. Если сами можете, можете сами. Если нет, то вас будут контролировать. Будете отчитываться. Вот. И тебе на счет там в себя зациклиться. Тебе не надо в себя зациклиться. Тебе надо чуть-чуть себя почистить. Оно выйдет. Прощай, как всех отпустишь. Ты сама по себе очень контактная, открытая. Тебе не нужно. Да. Внутрь тебе заходить нельзя. Тебе надо открыться просто и все. Хорошо. Поняла. А мне закрыться? Тебе надо просто простить мужчин. Тебе надо немножко повзрослеть. Но это не значит, чтобы ты стала серьезней. У тебя есть налет инфантилизма. Но он такой. Он знаешь, ты из принцессы. Вчера ты выходила из состояния принцессы. Сейчас ты начнешь почихоньку взрослеть. И это будет хорошо. И на самом деле выбери ту страну, где ты хочешь жить. Я же твой запрос помню. Да. Сомнения. Правильно ли я поступлю и... Ты в любом случае поступишь. Ну, вот еще раз повторюсь. И Астана, и Лос-Анджелес, и Нью-Йорк, и Токио. Куда бы ты ни выбрала, напряжение будет одно и то же. Будет одинаково сложно. Да, я это понимаю. И поэтому тебе нужно выбрать просто лучшую страну или лучший город, который тебе подходит. Просто... Я просто боюсь, что опыт моих родителей и семейной жизни именно отразится как-то на мне. Потому что я немножко в какой-то степени даже агрессивно иногда реагирую на парней. Ты... Ну, это твоя миссия. Ты пропиши письма. Отпусти отца. Пропиши всем своим этим ухажерам письма. И все. Оно все, все тебя отпустит. И тебе тоже. Хорошо. Потому что вам объем надо... Ну, короче, это надо всем. Нет ни одного человека, которому не надо было писать письмопрощение. И как только ты отпустишь и отца, и мать, когда отпустишь, вот, сразу так. Это самый экологичный способ, как вот с собой поработать. Но это ты сам. Сам. Сам над собой. Потому что жизнь начнет тебя нагибать потихоньку. Если ты не отпустишь отца, он тебе будет присылать одного мудака за другим. И он тебе будет издеваться, подставлять там как-то. Ну, все будет одинаково. Как только ты отпустишь, все. Начнется другой этап, который поможет тебе, как бы, знаешь, с другими уроками. Хайловый такой. Раз-сразу. Но там то же самое будет. Ну, единственное, просто по-другому. И чем больше ты уроков пройдешь с одним партнером, желательно... Как появляются вот эти семьи в твой раз? Вы, короче, считай, что это тренинг. Вы поженились. И у вас вот есть твой там бак, я не знаю, твой партнер, с которым ты должен пройти всю жизнь. И твой партнер, для тебя просто упражнение в тренинге. И все, и живите спокойно. Смотри, чему он тебя учит. И вдвоем развиваетесь. Ага. Да, хотелось спросить, получается, вчера я говорила про маму. Ну, то есть, я на нее никак не обижена, ну, может быть, подсознательно, да, но я это не выявляю. то есть, на данный момент мы с ней в хороших отношениях, мы разговариваем, но секретами я не делюсь. Я тебе вам, девочки, смотрите, не надо никуда заглядывать, чтобы понять, что у вас с мамой натянуты отношения у обеих. Не надо. Нету девочек, у которых с мамой хорошие отношения. Их очень мало, на самом деле. И даже вот многие говорят, у меня с мамой очень хорошие отношения, но если бы у тебя с мамой были хорошие отношения, ты бы была замужем, дорогая. Если ты не замужем, то у тебя есть претензии к маме. А, окей. Понимаешь? Если ты не замужем, это такой, знаешь, твой факт маме, что ты посмотрел, кого ты воспитал. Это месть такая. Это подсознательная месть матери, что ты вот, ну, неуспешная, что ли. А отсутствие денег, это факт папе. Ну, вот с деньгами реально очень плохо. У меня. Вот с деньгами, если плохо, тогда это с папой взаимоотношения плохие. Ну, просто в подростковом возрасте папа пил, и я на него сильно злилась, обижалась, ну, то есть выявляла свои претензии, ругалась. Я вообще воевала с отцом. Вот, вам надо простить мужчин и перестать им мстить. Потому что тебе есть, вам обе им есть за что мстить. Перестаньте, не надо. Тебе забил себе цволь, тебе там вообще там за жизнь какую-то. Спасибо. Понятно. Смотри, когда у тебя претензии к маме, это не значит, что ты ее не любишь. Это не про это. Ага. Это про то, что ты ее просто не можешь принять так же, как она тебя. Угу. Угу. Очень сложно принять мать или дочь, а дочери принять маму. Почему? Потому что я, вот смотри, я вижу в тебе то, что не принимаю в себе. Мне это капец как бесит. Но вместо того, чтобы меняться самому, я начинаю ковырять тебя. И вы по отношению друг к другу делаете это вдвоем. И мамой, и дочери. И вот это начинается дрочила. И у мужчин с папами такая же фигня. Папа хочет видеть успешного, мужественного сына. Ага. Но он его не видит. Он видит, он знает все свои косяки, которые есть у него. И он начинает тыкать туда к сына. Сын делает то же самое в обратном. Всегда лучше изменить кого-то. Вот ты замуж и все хотят, знаешь, я хочу, чтобы мой муж развивался. Ты с собой займись. Ага. То есть я не хочу работать с собой, поэтому я хочу, чтобы развивалась жена или развивался муж. Но ты с собой займись. На тебе. Хорошо. Спасибо огромное. Не будем тратить ваше время. Очень много очень денег. Ничего страшного. Не переживай. Всегда буду видеть недовольные. Моя сестра тоже посмотрела. Извините, минуточку. Моя сестра посмотрела и она тоже теперь хочет. У нее гиперопека. Я еле оторвалась от нее. Сбежала сюда. Ты убежала тут в Кувей, да? Да. Ну, потому что она вышла замуж и я решила, что хватит под ее опекой жить. потому что я до 25 лет сама как бы самостоятельно ничего не решала. Финансовые проблемы тоже это было все на сестре. Она старшая, она, я с ней советовала всегда. Ну, вот отсюда у тебя инфинтилизм. Но, приехав сюда, я научилась распоряжаться своими деньгами, принимать решения, брать ответственность за свои решения. В общем, здорово. Иногда хочется просто не жить в реальной мире, а где-то в нереальном мире. Да. Очень часто могу замечтаться, проехать свою остановку или надо спускаться на землю. Спускайся. Уже все. Все уже. Хватит. Взрослей. Спасибо вам, молодцы, девчонки. Вам спасибо. Очень рада была знакомству с вами. Надеюсь, что увидимся. Иншаллах. Вы действительно очень талантливые. Спасибо, что помогаете людям. Да. Здоровья вам. Здоровья. Спасибо. Возможно, в будущем будем коллегами. Я тоже хочу. Давай, давай, давай. Ладно, счастливо. До встречи. Не будем прощаться. Давайте. До свидания. Давайте, увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Ернат, вы здесь? Спасибо.